Отныне всё будет иначе. До 2020 года Россия потратит на перевооружение армии более 20 триллионов рублей. Будет создана новая межконтинентальная баллистическая ракета, которая заменит знаменитую «Сатану». Новая ракета будет способна прорывать любые существующие и перспективные «ПРО» потенциального противника. Некоторые рода войск, например, зенитные ракетные войска ВВС России, в техническом плане будут обновлены на 100%. До 2020 года будут построены 8 стратегических атомных подводных лодок проекта «955 Бареи», две из которых уже готовы к принятию на вооружение. Ведется разработка нового стратегического бомбардировщика, технический проект которого будет окончательно сформирован к 2015 году. В рамках развития стратегических ядерных сил будет произведено укрепление наземной ракетной группировки и модернизацию стратегической авиации двух дальних бомбардировщиков. Будет укреплена и расширена система предупреждения о ракетном нападении. Проведено развертывание новых систем космического базирования, которые будут заниматься обнаружением стартов баллистических ракет. В военно-воздушные войска поступит более 600 самолетов и тысячи вертолетов. Военные летчики получат новые истребители, фронтовые бомбардировщики и штурмовики, а также транспортники. Военным будут переданы новые ударные вертолеты серии Ми-28 и К-52, а также транспортные и транспортно-боевые Ми-8 и Ми-26. Войска воздушно-космической обороны получат 10 дивизионных зенитно-ракетных комплексов С-500. Кроме того, зенитные ракетные войска пополнятся 56 дивизионами ЗРК С-400. Военно-морские силы России получат 100 надводных и подводных кораблей, включая 20 нестратегических подводных лодок, 35 корветов и 15 фрегатов. Сухопутные войска получат новые танки «Армата» и артиллерийские установки «Коалиция СВ», не имеющие аналогов в мире. Уже сейчас наши стратегические ракетоносцы возобновили постоянное боевое дежурство в небе. Уже сейчас наши подводные лодки месяцами скрыто находятся под самым носом у берегов США. Уже сейчас наши сухопутные войска постоянно отрабатывают на учениях всевозможные сценарии любых конфликтов и успешно применяют полученные знания на практике. Армия России. Мы вернулись. Армия России.